Здарова, дорогие подписчики! По-прежнему с вами Диман и Даник, и мы продолжаем играть на провинции на 6 сервере. Всем доброго! Ребята, сегодня мы, конечно же, хотели бы пригласить играть вместе с нами на наш 6 сервер. Также, ребята, скачать игру вы сможете по ссылочке в описании, а там же вы сможете найти промокодик. И сегодня, ребята, мы, конечно же, расскажем, что дает данный промокодик, и посмотрим на глобальное обновление, которое появилось на проекте провинция. Друзья мои, да, мы давненько его ждали, и это, наверное, самое угарное обновление, которое вообще было за последнее время. Самое вкусное, самое интересное, самое прикольное. Мы, конечно же, его сегодня затронем, но об этом чуть попозже. Друзья мои, для того, чтобы ввести промокодик и получить реально годные призы, вам потребуется, во-первых, скачать провинцию по ссылочке в описании. Все достаточно просто, 6 сервачок, регистрируйтесь. И при регистрации вводите в клавиши мягкий знак или же М английское. Мой промокодик, это промокодик ДИМК. Имейте в виду то, что вводить нужно с Д большой и МК с маленькой, чтобы не ошибиться и получить скидку на покупку жилья и тачки до 30%. Ну а также, ребята, только на 6 сервере, если это окочка, скопируйте и отправите мне во ВКонтакте, показав тем самым, что вы мой подписчик. Получите от рубля до лямчика, так сказать, на ход ноги для чисто своих подписчиков. Ну а сегодня, ребята, как вы уже, наверное, догадались, мы будем смотреть на обновление. Обновление, связанное с едой. То есть нам добавили кучу новых рецептов, которые мы можем, конечно же, попробовать приготовить у себя дома. Давайте-ка покажу, где это все у нас устроено. То есть забегайте просто в дом, войти. И, соответственно, здесь у нас есть плита. Да, ребята, плита вот здесь, соответственно, вы можете с ней, конечно же, как-то взаимодействовать, приготовить при помощи огня, ну, кухонного ножа, ну и получается венчика и воды. То есть вы должны будете купить продукты в магазине, там, кстати, интерфейс тоже поменяли, и приготовить себе поесть. Кстати, немножечко изменили еще саму систему насыщения. То есть ранее, в принципе, приготовленная еда давала же столько сытости, как и покупная. Сейчас наоборот, приготовленная еда будет давать больше сытости, чем покупная. Да, и что самое интересное, нам также обновили логотипы антибиотиков, шашлыка, по-моему, даже бифролла и так далее. В общем-то, ребята, сегодня у нас все очень интересное поменялось. Ну, а также добавили, ребята, возможность опьянеть на провинции. Действительно, опьянеть. И мы, конечно же, сегодня это сделаем. Закинем все это в багажник и, ребята, в общем-то, выпьем прямо перед полицейским участком. И, в общем-то, ребята, посмотрим, что будет, да, с нашими игроками, когда они будут в системе опьянения. То есть именно сами пьяные за рулем. Как они будут себя вести и вообще, как она работает. Ну, а пока, ребята, будем ехать до ближайшего магазина. Немножечко, конечно, мы кругалем это сделаем. Для того, чтобы рассказать, а что же будет добавлено совсем скоро. То есть, ребята, с появлением новой карты я как-то делал, наверное, раз там в три месяца именно полноценный ролик, где рассказывал, какие будут нововведения. Тут я решил просто засунуть в этот ролик именно эти нововведения, потому что их как бы много, но недостаточно для одного ролика. И потому, ребята, смотрите, у нас появится теперь новая станция Аэроэкспресса, который, конечно же, можно будет использовать для передвижения между городами максимально короткие сроки. Также добавили нам новое отделение, ребята, банка. Выглядеть оно будет вот именно так. То есть, интерфейсы всех банков будут выглядеть исключительно вот так вот, прям как в реальности. То есть, если вы зайдете там в банк, грубо говоря, Сбера, да, в реальности, то он, по сути, будет выглядеть абсолютно так же. Потом у нас появится еще новый аэропорт. И, конечно же, вот и взлетная полоса. Картиночки у вас на экранах как бы, да? Далее у нас появится новый вокзал. То есть, вот так вот он будет выглядеть. То есть, мы теперь, в принципе, можем ходить на перроны. И, соответственно, садиться в поезда и передвигаться на какие-то дальние расстояния. Ну, а также, ребята, по поводу карпака. Разработчики нам обещали карпак выкатить буквально вот в апреле. И, ребята, если так посмотреть, у нас как бы гуляют вот такие вот скриншоты новых машин, которые, по идее, должны нам быть добавлены вот-вот уже скоро. Сегодня, ребята, мы записываем 25 апреля. Завтра, когда выйдет этот ролик, будет 26 апреля. Быть может, завтра уже выйдет этот карпак, я не знаю. Но я уверен, что до конца апреля мы его, конечно же, увидим на серверах. И вот у нас первая военная техника, если мы присмотримся, это новенький КАМАЗ. Далее, ребята, нам добавят еще РС-5, новый мусоровоз. Также, ребята, новый эвакуатор. Доработают С-8 и добавят РС-7. В принципе, о карпаке говорить больше нечего. Как бы, когда добавят, мы, конечно же, его посмотрим. Какие-то тачки я в любом случае продам. Быть может, даже вот именно наш BMW X5. И я бы очень хотел себе прикупить РС-5 себе, как говорится, в мой автопарк. Я очень обожаю Ауди. И, в принципе, если она у меня будет в автопарке, я буду максимально этому рад. Итак, ребята, вот он, новый интерфейс магазина продуктового. То есть у нас появились теперь товары. Вот появилась корзина, куда мы можем складывать эти товары. Теперь, получается, вот мы можем из гриба, там, листового салата готовить какие-то салатики. Из сыра, там, хека, курица, мясо. Ребята приготовляют себе какие-то более... Какие-то продукты, которые будут пополнять нашу сытость намного выше. Так, давай мы купим пиво. 90 рублей оно стоит, я думаю, единицы 3, наверное, мы купим. Все, купить. Вы приобрели пиво за 90 рублей. А, вот так вот мы приобрели. Все. То есть можно купить, как бы, один экземпляр. Либо, получается, в корзину. Так, окей, что, поехали. Попробуем, как говорится, испытать то самое чувство алкоголизма, в принципе, на провинции. Взять в руки, выпить, да? Выпить. Все. Так. А что не пьет? Во, выпить. Ха-ха. Все? И все? А ну-ка, подождите-ка, ребята. Теперь у нас в инвентаре, по идее, должно показывать... А, 4 секунды всего лишь. Серьезно? А ну-ка, подождите-ка. А если мы прям все выпьем, да? Быстренько сейчас будем брать в руки. 8 секунд. Ребят, на самом деле, самое максимальное опьянение, оно длится 3 минуты. А мы выпили 4 бутылки, и у нас всего лишь 18 секунд опьянение. И то! У нас персонаж нормально себя чувствует, слушай. Ну да. Как я и думал, пивом особо напиться не получится. Поэтому, ребята, прямо сейчас мы отправляемся в ночной клуб. Там мы купим прямо пожесточу, прям самый, наверное, жесткий алкоголь, который есть на провинции. Ну и, соответственно, ребята, попытаемся напиться им же. Да. Я так полагаю, люди уже тоже, походу, посмотрели на обновление. Немного, видимо, напились и немного начинают жестить. Да, кстати, людей стало намного больше в ночном клубе. Ребята, кто не помнит? У нас есть такой вот ночной клуб. Такие вот ребята, ну, соответственно, можете сюда прийти и сами посидеть, как бы попивать и поотдыхать. Так, ладно, нам нужно на барную стойку. На барной стойке нам нужно купить сразу пожесточу. Так, пиво нас не вставляет, Сидор не вставляет. Вино нас точно не вставляет, ребят. Апсен! Четыре косаря! Джек Дэниелс! Давайте все, короче, покупать, да? Все, короче, скупаем. Платеж прошел успешно. Все, инвентарь у меня полон. Закидываем полностью в Икса, ребята. Апсенты и так далее. Джеки. Все. Так, тут у нас полностью их заполненный. Поэтому закрываем его. Как бы, да? Вдогонку, как говорится, нам хватит. Давай сразу по жесткому, да? Виски, в принципе. Давайте самое дорогое купим. Прямо вот, чтобы уж точно вставила конкретно так, да? Так, все. Полностью заполонил я. Да, полетели. Во-первых, на улице попробуем это выпить. Как минимум. Вообще, ребята, не рекомендую никогда вообще этим заниматься. То есть, не выпивать чисто в игре можно. Ну, а в реальности лучше не стоит. Ну, и погони в пьяном состоянии уж точно никогда в жизни не повторять. Ребята, нафиг оно надо. Это, конечно, очень плохо. Так, окей. О, кстати, меня начало качать. 66 секунд. Так, взять в руки, окей. Подождите-ка. Я чисто хочу попробовать. Вот три минуты, если прям жестко набухаться. Что будет дальше? А, все, смотри. Что? 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 Да ну. Я не знаю, ты что делаешь, эй. Что, бля? Подожди, у меня еще есть прикол. Блядь, что они сделали? Подожди, у меня есть... У меня есть, знаешь, что? У меня есть идея. Подожди-ка. Опять? Что? Ёбстудей. Блядь, это прикол вообще. Я вообще в хламину, брат. 137 секунд у меня на самом деле, брат. У меня уже 100 секунд. У меня есть, знаешь, что? У меня есть одно очень интересное предложение. А что, если я как бы возьму в руки, да? А ну-ка. И? Ну? 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 Ну, а что нет? Я просто реально хочу это реализовать. Подожди. Багажник не закрывай. Да, блядь, что это, нахрен? Это дичь. А ну, подожди. Я просто хочу, ну, реализовать этот. А что он? Все, что ли? Он, видимо, в какое-то рандомное место реально начинает гадить. Так, ладно. Я поехал. Я пойду, наверное, все-таки дополню, да, свой инвентарь. Так, ребята, тут, как видите, очень много людей приходят реально, как говорится, догнаться. Также работяги после, как бы, ночной смены, видимо, уставшие тоже хотят немного отдохнуть, расслабиться. А я пытаюсь все это время дойти до машины. Это сделать крайне тяжело. Еще один на банане приехал. Нормально вообще им, да, как бы парковаться так? Подожди. Чисто ради интереса. О, что? Что? Блядь, я сейчас просто жму вперед. Он сам у меня поворачивает. Я вообще ничего не нажимал сейчас. Вот, вот сейчас только я нажал вправо. Смотри, короче, я просто жму вперед. Смотри. Подожди, подожди. Он сам у меня вправо едет, брат. Это не я. Ха-ха-ха-ха, расход. Ай, блядь. Это, конечно, прикол. Ну все, расход так расход. Ладно, ребят, не, на самом деле, в пьяном состоянии водить, мне кажется, это еще то удовольствие. Как минимум убежать. Бля, а что он творит? Ты посмотри, я просто еду прямо, он меня просто на встречку кидает. Да что? Что ждать? Я пытаюсь до полиции доехать. Так, ребята, ну что, мы возле участка. Как минимум пока копов здесь я не видел. Объективно. На заднем дворе, скорее всего, тоже никого нету, да? Я предлагаю взять просто сейчас бутылку. Ну я знаю, да, я быстренько, меня никто не спалил, надеюсь. Вот, взять бутылку, да, как бы. И давай мы зайдем, наверное, в участок, попробуем ГУВД чисто, что вообще будет, да? Ну, а тут пока никого, видимо, нету. Ладно, пацаны, как говорится, за ваше здоровье, мужики. Бля, я вообще за меня штырило жестко. Подожди, а тут реально никого нету. Это жесть. Ладно, я думаю, что давай, может быть, дождемся каких-нибудь полицейских, да? Чтобы уж наверняка. Боже, а мы, если даже захотим убежать, мы не сможем это сделать. Ой, ой, простите. Прямо в ГУВД. Пошли отсюда. Пока нас отсюда не выгнали. Ой-ой-ой-ой. Ой, что мы сделали-то? Так, ладно, все. Я предлагаю просто сейчас, наверное, кого-нибудь дождаться, да? Я опять же таки возьму бутылочку в руки, взять в руки, да? Чтобы мы увидели, что я реально тут какой-то нарушитель прям, да? Не прям уж злостный, но нарушитель. Вот, и я думаю, что посмотрю вообще на реакцию, да? На реакцию полицейских. У него прям это интересно. Вот что будет? Подожди. Блядь, ты его продавать собрался? Мне кажется, тут нужна химчистка тебе стопудов. Э! Бой-то не трогай, я не понял. В смысле? Подожди, сейчас закрыть, 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 срочно закрыть. Закрыть, закрыть, икса! Закрыть! Блядь, ну ты, конечно, не очень. Так, дайте-ка я за руль сяду. Ёпс-тодей. Быстренько так, все. Валим, валим, пока Даник не испортил мне бэф. Ну все. Так, ладно. Я думаю, что, ребят, давайте-ка попробуем... Так, багажник закрыть, а все. Может быть, кого-то найти по кругу, потому что... Емать! Это вообще жесть, он сам рулит. Я забыл об этом. Быстренько, быстренько, так, бутылку в руки. Бутылку в руки. Подожди-ка. Емать! Подождите-ка. Выпиваем, выпиваем, выпиваем. Хорошая работа, парни. Здравствуйте. Здравия желаю. Ой, 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 ой. Все, вот это, я думаю, это было лишнее. Так, подождите-ка, попробуем сесть. Ой, вообще, ноль внимания! Они уехали! Подожди, я сейчас догоню. Так, ребята, на самом деле, мы не одни, которые решили немножечко проверить копов, но, к сожалению, к сожалению, к глубочайшему сожалению, пока что, видимо, таких статей нету для того, чтобы они следили за опьяневшими людьми и, соответственно, их сажали. Быть может, мы ошибаемся, быть может, нам просто не повезло и мы таких не поймали, кто осведомлен. Но пока как-то вот так вот это работает. То есть, если, в принципе, вы выпьете и сядете именно на провинции за руль, по сути, как бы особо ничего не будет. Только лишь платите, конечно же, это штрафы и, во-вторых, ездите максимально аккуратно, потому что ездит персонаж максимально неадекватно. Ну, а на этом мы будем, в общем-то, заканчивать. Такое вот у нас было обновление. Ставьте, конечно же, лайки. Всем хорошее настроение, всем удачки. Ну и пока-пока, ребят! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok